Здравствуйте! Вы смотрите телепроект «Здоровая Чувашия». Медицинская наука не стоит на месте. Ежегодно появляются новые материалы, технологии и возможности. Когда-то заболевших лечили молитвами и заклинаниями. Когда-то лучшим лечением считалось кровопускание и отвар из лекарственных трав. Открытие пенициллина, микроскопа, рентгеновского аппарата продвинули медицину далеко вперед. И сейчас мы научились пересаживать органы, управлять активностью нервов, изобрели хирургических роботов. И можем применять эти научные технологии, которые решают самые сложные проблемы со здоровьем наших пациентов. И все это высокотехнологичная медицинская помощь. Именно об этом сегодня наша передача. Мы расскажем про высокотехнологичные методы в абдоминальной, таракальной и нейрохирургии. Повышать квалификацию, знать новинки медицины важно для любого врача. Для хирурга, который отвечает за жизнь пациента, это важно вдвойне. В декабре в консультативно-диагностическом центре Республиканской клинической больницы прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Инновации и высокие технологии здравоохранения», которая была приурочена к 70-летию медучреждения. В конференции приняли участие ведущие специалисты в области терапии и хирургии, профессор Игорь Халиф, руководитель отдела Государственного научного центра коллапрактологии, Леонид Лазебний, президент научного общества гастроэнтерологов России, Татьяна Дюжева, профессор заводелом Института регенеративной медицины Сеченовского университета и другие. У вас замечательное здравоохранение. То, что я сегодня услышала на очень современном уровне, на уровне мировых стандартов, подходы. И руководители, организаторы здравоохранения, и люди, профессора, заведующие кафедрами, которые реализуют эту программу, их доклады меня сегодня очень порадовали. На конференции обсуждали инновации в терапевтической и хирургической практиках, внедрении генно-биологической терапии, приоритетное направление развития в хирургии и терапии на современном этапе. Сотрудничество Минздрава Чуваши с профессором Халифом продолжается уже много лет. Специалисты из Москвы ежегодно принимают участие в проходимых в Чебоксарах конференциях, консультируют сложных больных. Также Игорь Халиф один из тех, кто повлиял на внедрение и развитие в Чуваши высокотехнологичной помощи по терапии. Такое взаимодействие позволяет развивать и улучшать медицинскую помощь. Под высокотехнологичной помощью мы подразумеваем именно ту высокотехнологичную помощь, которая оказывается с помощью полученных препаратов, лекарственных средств, с высокотехнологичными структурными лабораторными мероприятиями. Это генно-инженерные препараты, которые и позволяют оказывать высокотехнологичную. Это не все сводится к хирургии, которые всегда, в первую очередь, конечно, малоинвазивные лечения, хирургическое лечение. Это очень актуально и это действительно развивается. Роботы техника и прочее. Но терапии точно так же связаны с лекарственными препаратами. Мы сегодня знаем, что 400 видов высокотехнологичных помощи оказываются в Чувашской республике. Ну и, конечно, отрадно, что 80% у нас делается с нашими специалистами. Если сравнить с 2010 года, и по финансовым, и по объемам оказываемых этих услуг, у нас увеличилось почти в 7 раз. Ну и в конечном итоге, когда мы видим, какие же технологии присутствуют в регионах России, для того, чтобы их потом можно успешно применить на территорию Чувашии для увеличения доступности, качества оказания услуг, для увеличения продолжительности жизни. Участники форума также консультировали в этот день пациентов республиканской больницы. Высокотехнологичная медицинская помощь уже не является эксклюзивом. Это один из базовых вариантов организации современной системы здравоохранения. И сегодня о возможности получения высокотехнологичной медицинской помощи населением нашей республики. Мы поговорим с руководителем отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Чувашии Владимиром Владимировичем Тубовым. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, что такое высокотехнологичная медицинская помощь и существует ли она на территории Чувашской республики? На сегодняшний день доступность высокотехнологичной медицинской помощи не стала для населения Чувашской республики каким-то эксклюзивом. Можно отметить, что с 2006 года количество пациентов, получивших данный вид помощи, увеличилось в 7 раз. Напомню, если в 2006 году таких пациентов было около 1000 и получали они эту помощь в основном в федеральных клиниках, то сегодня почти 70% этих пациентов получают данный вид помощи в условиях Чуварской Республики и их количество на сегодняшний день превысило 7500 пациентов в год. Хочу сказать, что оказание высокотехнологичной медицинской помощи – это очень приоритетное направление для Министерства здравоохранения, потому что позволяет оказать помощь людям по таким сложным профилям медицинским, как нейрохирургия, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата. То есть это те моменты, улучшив которые, мы действительно возвращаем человека в социальную среду и помогаем ему адаптироваться. Владимир Владимирович, а в каких медицинских организациях у нас в Республике осуществляется высокотехнологичная медицинская помощь? На сегодняшний день данный вид медицинской помощи, или как мы говорим сейчас, эти медицинские услуги оказывают как учреждение подконтрольное Министерство здравоохранения. Их 8. В первую очередь это Республиканская клиническая больница, Республиканский кардиологический диспансер, Республиканский эндокринологический диспансер, это автономные учреждения здравоохранения, Республиканский клинический онкологический диспансер, Республиканская клиническая детская больница, Республиканская клиническая офтальмологическая больница и городская клиническая больница номер 1. Если я что-то не упустил, то их 8. В эту же систему, помимо наших бюджетных учреждений Чувашской Республики, встроены федеральные клиники. Напомню, что их две. Это целый медицинский комплекс микрохирургии глаза. И, соответственно, наш высокотехнологичный федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Как строится очередность на получение ВМП в нашей Республике? Ведь я так понимаю, что потребность достаточно большая. Ну, я с вами соглашусь, Лариса Владимировна, конечно, как таковой очередности нет. Вообще, основным моментом является наличие показаний для ее получения. Поэтому, если у человека какая-то возникла экстренная ситуация, мы знаем, что эксклюзивные операции делаются и по экстренным показаниям, например, это острый коронарный синдром, это или инфаркт миокарда, или нестабильность тинокардия, то, соответственно, согласно маршруту, пациент сразу с колес приводится в крупную клинику, где сразу же делаются высокотехнологичные операции, такие как стентирование, аортокронарное шантирование и так далее. Если это плановое показание, плановая необходимость, то, соответственно, после углубленного изучения всех аспектов состояния здоровья пациента, а именно выдержит он этот вид помощи или не выдержит, будут показания противопоказания, строится дальше с ним взаимоотношение. В принципе, любой желающий может рассчитывать на высокотехнологичную медицинскую помощь, дальше мы ему поможем определить то место, ту клинику, где он может получить, естественно, исходя из показаний. Владимир Владимирович, а кто может претендовать на получение ВМП в нашей республике, и как производится госпитализация? Процесс госпитализации на ВМП, в принципе, не такой уж и сложный. То есть сначала вопрос о необходимости ВМП, конечно же, ставит после личного разговора с пациентом лечащий врач. Лечащий же врач определяет показания для того или иного вида ВМП, определяет реабилитационный потенциал пациента, сможет ли он в дальнейшем после получения вот этой помощи соблюдать те рекомендации, которые позволят ему оставаться социально активным еще долгие годы. После того, как показания определятся, проводится направление этого пациента к ведущему специалисту, как мы говорим, главному специалисту по этому направлению в Чувашской республике, который уже окончательно формирует клинический диагноз, ставит специальный код оказания медицинской помощи по своему направлению, и соответствующий комплект документов от лечащего врача – это выписка из амбулаторной карты, результаты исследований, заключение главного специалиста, они приходят в Министерство здравоохранения, где данный продукт путем цифровизации внедряется в специальную информационную систему, посредством которой происходит взаимодействие с клиниками, как республиканскими, так и федеральными. Соответственно, канал связи защищенный, формируется электронный талон, и посредством дистанционного консультирования группы специалистов той медицинской организации, которая оказывает ВМП, определяет, да, этому человеку положено ВМП в такие-то сроки, тогда-то, тогда-то. Владимир Владимирович, спасибо огромное за интересное и содержательное интервью. Я думаю, что у зрителей нашей телепрограммы не осталось больше вопросов по организации ВМП в нашей республике. Спасибо. А дальше мы расскажем об эксклюзивных технологиях в нейрохирургии, абдоминальной, сосудистой и теракальной хирургии, которые проводятся в нашей республике. Отделение нейрохирургии специализируется на оказании плановой нейрохирургической помощи пациентам с заболеваниями мозга, позвоночника, периферической нервной системы, любой локализации сложности. С 2008 года в Чувашии действует программа совершенствования оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Информация со всех компьютерных томографов республики собирается в единый информационный центр, благодаря чему нейрохирург в РКБ может мгновенно ознакомиться с данными обследования и принять решение о необходимости проведения хирургического лечения. Основные направления в нейрохирургии – нейроонкология, заболевания и травмы позвоночника, инсульты, аневризмы головного мозга, гидроцефалия и врожденная патология ЦНС. В арсенале хирургов современные микроскопы, эндоскопическое оборудование, операционные столы с электроприводом и микрохирургические инструменты. Все это позволяет проводить вмешательство на спинном и головном мозге через небольшое операционное окно, что в свою очередь снижает травматичность и время на реабилитацию пациента. Одной из медицинских специальностей, где высокие технологии практикуются достаточно давно и очень эффективно, является нейрохирургия. И сегодня я хочу задать несколько вопросов главному нейрохирургу нашей республики, Святочевскому Павлу Александровичу. Павел Александрович, расскажите, пожалуйста, с какими заболеваниями наиболее часто к вам обращаются пациенты? Наиболее частое обращение у нас с различными новообразованиями, то есть это опухоли головного и спинного мозга. Также к нам обращаются с различными травмами центральной нейросистемы, в частности, позвоночные травмы. Это перелом позвоночника, шейного и грудного отделов, которые подлежат хирургическому лечению. С 2008 года, после начала сосудистой программы, достаточно много обращений с гематомами и аневризмами головного мозга, гематомами сосудистого генеза. Павел Александрович, изменился ли возраст обращающихся к вам пациентов? И как часто обращаются молодые люди? К нам обращаются люди абсолютно всех возрастов. В последнее время отмечается некоторое моложение и онкологии, и травм, и сосудистых заболеваний. Но независимо от возраста, всем оказывается высокоскемиологичная помощь. В нашей республике высокие технологии в нейрохирургии практикуются уже с 2010 года. Павел Александрович, расскажите, какие на сегодняшний день оперативные вмешательства в ВМП на головном мозге, спинном мозге вы практикуете? Высокоскемиологичная помощь оказывается практически во всех областях нейрохирургии. В первую очередь, это, разумеется, нейроонкология. То есть, это различные опухоли головного и спинного мозга, в первую очередь. Затем, это сосудистые заболевания центральной нейросистемы. Это различные аневризмы, мальформации и геморрагические инсульты. Ну и немаловажное значение имеют различные врожденные аномалии, которые проявляются уже в возрасте. Это аномалия Арнольда Киарри. Это и гидроцефалия, которая может развиться в будущем. Высокоскемиологичная помощь также оказывается и больным с различными повреждениями позвоночника. То есть, это при экстренных травмах, переломах позвоночника с создавлением спинного мозга. И с травмами периферической нервной системы также проводятся высокотехнологичные операции. Для этого у нас есть и нейронавигация, нейрофизиологический мониторинг, микроскоп. Мы приобрели второй микроскоп для того, чтобы можно было оказывать большее количество операций параллельно. И, разумеется, различные высокотехнологичные силовые оборудования. То есть, это электрические дрели, ультразвуковые деструкторы и многое другое. Сейчас в республике закоплено дополнительное высокотехнологичное оборудование, которое позволит значительно расширить количество операций и улучшить качество оказания высокотехнологичной помощи. Это второй интероперационный микроскоп, ультразвуковой доклер и аппарат для интероперационного ультразвукового исследования головного мозга. Сейчас как раз седьмой операционной идет один из вариантов высокотехнологичной операции. Расскажите, пожалуйста, с чем пациент? Сейчас проводится операция с женщиной, которая обратилась к неврологу с сильными головными болями. После чего было проведено МРТ головного мозга с контрастом и выявлена опухоль, которая сдавливала жизненно важные центры. Сейчас наши хирурги стараются с помощью микрохирургической техники удалить эту опухоль, не задев какие-то жизненно важные центры. То есть если все пройдет хорошо, то в послеоперационном периоде не должно быть каких-то грубых неврологических осложнений. Данная операция проводится с максимальным сохранением структуры головного мозга, которые отвечают за жизненно важные функции. Несколько недель назад на прием к специалисту-гастроэнтрологу обратилась женщина с очень характерными и часто встречающимися жалобами. Это тяжесть и боли по ходу пищевода, воздушную отрыжку и периодическую изжогу. При эндоскопическом обследовании у нее была диагностирована гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. После постановки диагноза пациентке начато консервативное лечение. Но проходит неделя, вторая, эффекта от терапии, к сожалению, нет. И вот в этой ситуации очень важно не побояться спросить помощи у своего более опытного коллеги или врача смежной специальности. Это называется терапевтический или терапевтический хирургический консилиум. Я приглашаю сегодня зрителей нашего телепроекта поучаствовать в таком консилиуме. А нашим оппонентам и помощникам будет заведующий таракальным отделением Алексей Владимирович Добров. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Помогите, пожалуйста. Вот на экране снимок нашей пациентки, которой никак не удается купировать ее жалобы с помощью медикаментов. У этой пациентки, судя по снимочку, большая субтотальная скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. И я думаю, что консервативная терапия будет здесь неэффективна. Я бы рекомендовал этой пациентке провести высокотехнологичную операцию в нашем отделении. Поэтому рекомендовал бы перевести ее к нам для проведения оперативного лечения. Мы займемся ее. А как часто используются эти операции? Мои пациенты часто задают вопрос, стоит ли делать операцию. И в каких ситуациях, и какую делать операцию. Я бы хотел подчеркнуть, что при наличии диафрагмальной грыжи не всегда требуется оперативное лечение. На первом этапе всегда проводится консервативная терапия. Для выполнения оперативного вмешательства есть строгие показания. Первое – это осложненное течение гастроэзофегальной рефлюксной болезни. И наличие, неэффективность консервативной терапии. В нашем отделении в год проводится более 150 оперативных вмешательств. На 90% эти операции проводятся эндовидеоскопически. То есть мало травматично, щадяще, с хорошим, достаточно хорошим результатом. Пациенты после выписки достаточно быстро возвращаются к привычному образу жизни и питания, соответственно. А какие еще виды высоких технологий вы внедрили в своем отделении? Бич практически современного мира и цивилизации является ожирение. Ожирение, сопровождающееся, кроме того, еще и сахарным диабетом. Мы начали заниматься в нашем отделении и бариатрической хирургией. Это хирургия похудения. Суть операции заключается либо в наложении манжетки, так называемого, как бы, ошейника на желудок, что препятствует приему пищи, либо шунтирующей операции. В каждом отдельном случае это решается индивидуально. Наши операции позволяют, помогают пациентам снизить вес на 30-40 кг и улучшают качество жизни. За последние 5-6 лет в нашем отделении внедрено более 40 новых методик и оперативных вмешательств. Успешно внедрены и применяются по сей день. Мы не останавливаемся на достигнутом, стараемся внедрять и новые технологии. В этом нам помогают наши коллеги из Центральных институтов в Москве и Санкт-Петербурге. Достаточно с хорошим результатом. Алексей Владимирович, в 2016 году специалистами Вашего отделения была проведена очень редкая эксклюзивная операция. Пластика пищевода молодой женщине с химическим ожогом пищевода. Вот вспомните, пожалуйста, этот период, как Вы готовились к операции, как сейчас чувствует себя эта женщина. И много ли таких операций в Российской Федерации и вообще во всем мире? В прошлом году у нас была очень интересная пациентка. Пациентка некая В. Молодая женщина. Мать двоих детей. Приехала к нам на консультацию в тяжелом состоянии. С хрупцовым послеожоговым стенозом шейного отдела пищевода. Вот на представленной рентгенограмме мы видим сужение шейного отдела, верхнегрудного отдела пищевода. Дистальные же отделы пищевода у нас хорошо проходимы. Такая ситуация бывает крайне редко. Крайне редко. Ожог был 10 лет назад уксусной кислотой. Проглотилась случайно. После этого неоднократно лечилась. Она к нам приехала с гастростомой. То есть она питалась уже не естественным путем, а через трубочку, находящуюся в желудке. Конечно же, она была истощена. У нас было несколько вариантов. Это естественно мы бы могли применить. Либо стебель желудка, либо толстый кишечник, либо тонкую кишку. Самым идеальным трансплантатом является, конечно, тонкая кишка. Поверьте мне, таких операций сделано очень немного. Что у нас, что на Западе. И, собравшись, скажем так, силами, решили сделать эту операцию. Суть заключалась операция в чем? Нам нужно было выделить в брюшной полости участок тонкой кишки длиной около 20 см. На сосудистых, на стомозах, на сосудах. И этот кишечник пересадить на шею. Первым этапом это было сделано. Операция длилась около 6 часов. Нам удалось пересадить кишечник, фрагмент тонкой кишки на шею, соответственно. И имплантировать сосуды в сосуды шеи. Вторым этапом мы резицировали шейный и верхний грудной отдел пищевода. И восстановили проходимость пищевода. В общей сложности пациентка у нас пролежала около месяца. Выписали мы ее в удовлетворительном состоянии. Питалась она естественным путем. Гастростома, через которую она питалась последние 2 года, была удалена. По прошествии нескольких месяцев на контрольном снимочке пищевод полностью проходим на всем протяжении. Пациентка чувствует себя удовлетворительно. Она прибавила в весе. То есть вернулась к нормальной полноценной жизни. Алексей Владимирович, спасибо огромное. Сегодняшний консилиум очень здорово помог нам. Теперь мы знаем, как правильно вести эту пациентку дальше. И огромное спасибо за интересную беседу. Последние несколько лет хирургическое таракальное отделение Республиканской клинической больницы активно внедряет малотравматичные, органосохраняющие и высокотехнологичные операции, которые проводятся с помощью специализированного оборудования под видеоконтролем. Хирурги таракального отделения выполняют сложнейшие вмешательства на легких, пищеводе, грудной клетке, трахеи, бронхах, щитовидной и парощитовидных железах. Последствия тяжелой таракальной травмы, травмы органов грудной клетки. Проводят операции при гнойных деструктивных заболеваниях, злокачественных и доброкачественных новообразованиях. А использование специализированного инструмента видеостойки позволяет с помощью небольшого разреза производить более щадящие для организма операции. Даже если операция полостная, то восстановление после нее проходит гораздо быстрее. Пациенты легче переносят оперативные вмешательства и быстрее возвращаются к привычной жизни. Например, после операции при деструктивной пневмонии восстановление происходит в 3-4 раза быстрее. Одними из наиболее сложных высокотехнологичных медицинских вмешательств являются оперативные вмешательства на печени и поджелудочной железе. И чтобы их осуществлять, нужны не только дорогостоящие современные оборудования, но и опытные, высококвалифицированные кадры. В нашей республике их немало. Сегодня мы в гостях у ведущего хирурга-гипотолога нашей республики, заслуженного врача Чувашской республики, кандидата медицинских наук, заведующего хирургическим отделением Республиканской клинической больницы Валентина Владимировича Вранчихина. Валентин Владимирович, я знаю, что в вашем отделении выполняется большой спектр высокотехнологичных операций на поджелудочной железе и билиарном тракте. Расскажите, что нового вы внедряете на сегодняшний день? Да, у нас большой опыт работы на поджелудочной железе. Выполняем практически весь спектр операций. И в перспективе мы сейчас развиваем эндовидеохирургические операции на поджелудочной железе, как резекционные, так и дренирующие. Сейчас мы в палате у пациента, который совсем недавно перенес сложную высокотехнологичную операцию на печени. Несколько недель назад в Ночебоксарскую городскую больницу обратился пациент с пожелтевшими кожными покровами, обесцвеченным калом и сильным кожным зудом. При обследовании было обнаружено подозрение на опухоль ворот печени. И в кабинете заведующего хирургическим отделением Республиканской клинической больницы раздался телефонный звонок. Валентин Владимирович, выручайте. Переводите пациента. Валентин Владимирович отреагировал очень быстро. Срочный перевод. И вот пациент в Республиканской больнице, и при дообследовании у него обнаруживается редкая форма опухоли ворот печени, опухоль кляцкина. Валентин Владимирович, вспоминайте тот период, насколько было сложно решиться на эту операцию. Вообще, сколько в вашей практике подобных оперативных вмешательств, и тяжело ли оперировать на печени? Больной поступил в тяжелом состоянии. Да, на желтухе было две недели. И однозначно эту операцию проводили двухэтапно. Первым этапом мы сняли явление холонгита механической желтухи путем дренирования правого-левого желча протока. И вторым этапом выполнили радикальную операцию резекции печени. При резекции использовалась транспортная технология, то есть удалено 70% печени. Валентин Владимирович, а вообще сколько допустимо оставлять объем печени для того, чтобы человек после подобной высокотехнологичной операции выжил и жил качественно? Можно оставлять не менее 30% печени. Печень – это регенерирующий орган? Он отрастает? Да. Печень очень хорошо регенерирует. И при контрольном ультразвуковом исследовании регенерация идет довольно-таки активно. А только ли пациенты с нашей республики имеют возможность прооперироваться у вас именно по поводу опухоли Кляцкина? К нам приезжают на операцию из многих регионов России. Вот недавно выписана больная из Ижевска, которая выполнена анатомической резекцией двух сегментов печени по поводу хинокоза печени. А теперь, Валентин Владимирович, давайте обратимся к самому пациенту. Николай Федорович, мы очень рады увидеть сейчас молодого, здорового мужчину. Но ведь еще несколько недель назад вы обращались с серьезной ситуацией. Но я знаю, что две недели до обращения в больницу вы уже испытывали эти жалобы, но находились дома. Почему? Вот скажите, пожалуйста. Потому что я все ждал, может, пройдет сама по себе. Да, грубейшая ошибка. И это ведь мужики, они больно-то не стараются по больницам бегать. Та операция, которая вам была проведена, это сложнейшее оперативное вмешательство. И сегодня как вы себя чувствуете? Хорошо чувствуем. То есть эта операция – это второе рождение? Да, да. И опытные, грамотные руки хирурга, они в этой ситуации помогли открыть путь для желчи, который стал оттекать в кишечник. Вот что вы можете сказать сейчас своему оперирующему хирургу, своему человеку, который подарил вам второе рождение? Ну, Валентину Владимировичу, конечно, словами вот так не передашь, какое у меня чувство к нему, но я все-таки же должен поблагодарить. Для хирурга самое главное – видеть свой результат, свои работы. Каким он был, каким он стал. Ну, хирург получает большое удовлетворение от, скажем, результата своей операции. Так что восстанавливайтесь, мы за вами будем в дальнейшем наблюдать, вы будете у нас под динамическим наблюдением. Здоровья вам, здоровья. Всего самого лучшего. Спасибо, Николай Федорович. Спасибо вам. Сегодня мы рассказали вам про некоторые виды высокотехнологичной медицинской помощи в нашей республике и про тех людей, которые успешно их применяют. С вами был главный терапевт Минздрава Чувашия Лариса Тарасова. Мы работаем для вас. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok